Первое издание о Бобруйской крепости увидело свет в 2012-м, к 200-летию памятника архитектуры. Книга вызвала неподдельный интерес не только у историков и краеведов, но и у широкого круга читателей. В ней собрана уникальная информация о жемчужине и людях, чья судьба с ней неразрывно связана. Идею переиздания Светлана Калюта и Татьяна Голубева вынашивали два года. Штудировали архивы, собирали материал. И свершилось. Сборник уже отдан в печать. Войдет новая информация о формированиях, войдут персоналии новые, например, как Сорокин, потому что у нас появилось такое понятие, как башня Сорокина. Мы об этом прежде не знали, и наши дети, и учителя истории тоже не знали. Войдут стихи наших бобруйских поэтов о крепости. Ну и так, и карты-схемы. Карты-схемы, которые тоже не входили в первое издание. Первая книга разлетелась, как горячие пирожки. Не осталось даже авторских экземпляров. Новый проект уже ждут более сотни человек, причем не только горожане. К слову, 2022-й для бобруйска особый. Он отметит 635-летие. Авторы уверены, их творение станет хорошим подарком малой родине. Символично издание выходит в год исторической памяти и бесспорно внесет свой вклад в осмысление великого подвига белорусского народа во времена ратной службы и мирного труда. О цитадели на Березине можно говорить бесконечно. Крепость сыграла определяющую роль в формировании улиц города Бобруйска. Дело в том, что крепостей на территории Белоруссии у нас почти нет. И все улицы, которые образовались потом, отходили от крепости. Образовалась так называемая радиально-кольцевая система города. Это является изюминкой нашего города Бобруйска. Такого расположения улиц в Белоруссии, в белорусских городах больше нет. Бобруйская крепость была гордостью Российской империи, самым мощным в Европе оборонительным укреплением начала XIX века. В 1812-м цитадель приняла основной удар армии Наполеона, а после отхода русских войск и генерала Багратиона гарнизон четыре месяца сдерживал осаду французов. При возведении сооружения использовался кирпич-сырец, который должен был год пролежать на стеллажах. Только потом его обжигали. Предполагалось, что в состав стройматериала входил яичный желток и речные раковины. Однако экспертиза показала, что это не так. Залог прочности – конопляное масло и добросовестность мастеров. В 1820-30-х в крепости служили организаторы декабристского движения. Именно тут был разработан легендарный план захвата Александра I, который так и не осуществился. В годы Великой Отечественной здесь располагался немецкий концлагерь для советских военнопленных, в котором погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей. Начиная с 1812 года, наверное, все войны, которые случались в Российской империи в более поздний период, они нашу крепость не обходили стороной. И так или иначе, даже если здесь не было военных действий, то во время Первой мировой войны здесь формировались те полки, те воинские части, которые уходили на фронт. Горожане гордятся фортецией, которая, по мнению белорусов, стала одной из семи чудес страны. В 2002-м памятник архитектуры внесли в государственный список историко-культурных ценностей. Крепость, склад, политическая тюрьма, госпиталь, концлагерь и казарма – чем только не служила Бобруйская твердыня. Сейчас здесь проводят экскурсии и снимают кино, а стены укрепления – в ожидании реставрации. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.